Микромир Люди часто говорят о микромире и макромире. Микромир – это мир элементарных частиц. Масштабы очень маленькие, их представить наглядно невозможно. Другая крайность – макромир. Это скопление галактик. Вселенная – совсем другой язык, другие масштабы. Когда говорят о мире элементарных частиц, мы ставим эксперимент. Когда говорят о мире галактик, мы делаем наблюдение. Над галактикой, над Вселенной, эксперимент поставить сложный. Но тем не менее, информация примерно похожа. Мы получаем данные, которые надо как-то осмыслить. Сейчас мы расскажем вам несколько фактов о темной материи. Наблюдение В области астрофизических наблюдений было замечено, что мир, вероятно, состоит не только из того, что мы видим, а видим мы звезды, туманности, межгалактический газ. В общем, астрономические объекты. По вращению звезд вокруг центра галактики можно определить, какова масса галактики. Так вот, масса галактики оказывается больше, чем то, что мы видим, как светящуюся галактику. Например, Млечный путь. У него есть определенное количество звезд, которые можно подсчитать без астрономических наблюдений. Приблизительно известно, какова их масса. А еще можно посмотреть, как Солнце вращается вокруг центра галактики, примерно со скоростью 220 км в секунду. Если исходить из видимых звезд, то оно должно вращаться медленнее. Теория Было сделано два предположения. Либо законы гравитации не верны, либо есть какая-то скрытая невидимая нам масса. Наиболее популярной точкой зрения является теория о скрытой массе, такой, которую мы не видим, потому что она не испускает света. Та материя, которая не испускает свет, была названа темной материей. С другой стороны, есть не просто астрофизика, а еще и общие космологические взгляды на Вселенную, кривизна пространства, скорость расширения и так далее. В последние годы достигнут большой прогресс в измерении температурных флуктуаций микроволнового космического излучения, которое пронизывает всю Вселенную и является реликтом большого взрыва. Из этих космологических наблюдений следует, что, во-первых, кривизна пространства равна нулю, а во-вторых, что видимая материя, звезды, межгалактический газ, составляет всего 4% общего энергетического баланса Вселенной, 24% составляет темная материя, а еще 70 с лишним процентов составляет то, что получило кодовое название «темная энергия». Почему разделяют темную энергию и темную материю? Дело в том, что предположительно темная материя – это обычная материя с обычными уравнениями состояния, давление пропорционально плотности и так далее. А вот то, что называют «темной энергией» и то, что ответственно за расширение Вселенной – это субстанция, которая не подчиняется обычным законам для частиц. Для нее давление пропорционально плотности со знаком «минус». Такого не бывает в случае обычной материи. Космологическое постоянное В процессе создания общей теории относительности Эйнштейн сначала хотел построить статическую модель. Потом, когда стало известным, что Вселенная расширяется, от космологической постоянной отказались и считалось, что она равна нулю. И вот теперь взгляды опять меняются. Эта космологическая постоянная, возможно, и есть темная материя. Загадкой для физиков является ее происхождение и то, почему она столь мала. Хотя 73% окажется очень большой долей во всей энергии Вселенной, но если пересчитать космологическую постоянную в единицы, которыми мы оперируем в физике частиц, то это фантастически маленькая величина. Можно было бы ожидать, что космологическая постоянная имеет масштаб порядка масс элементарных частиц, но она на несколько порядков меньше. Объяснений этому факту пока нет. Из чего состоит темная материя? Пока неизвестно, из чего состоит темная материя. Если мы возьмем обычные частицы стандартной модели и скажем, а не может ли она состоять из этих же частиц, ответ будет отрицательным. Поэтому приходится изобретать какие-то новые частицы. Существует довольно много вариантов, но ни один из них экспериментально не подтвержден. Один из таких вариантов, который сейчас очень популярен, это предположение, что в мире есть суперсимметрия. Она предсказывает новые частицы. И в частности, такую частицу, которая является партнером фотона. Фотон – это квант электромагнитного поля, свет. Его партнер, эту частицу называют хаттином, кандидат на роль частицы темной материи. Это нейтральная частица. У нее нет электрического заряда. Она тяжелая, 100 масс протона может быть больше. И она участвует в слабом взаимодействии. В астрофизике существует такой термин – вимп. Это слабо взаимодействующая массивная частица. Например, хаттин – это вимп. Вот эти вимпы предположительно составляют основу темной материи. Они образуют галла, то есть орел нашей галактики. Галла примерно раз в пять больше, чем видимый размер галактики. И по нему эти частицы носятся со скоростью примерно 300 км в секунду. Мы пытаемся их экспериментально обнаружить. Есть специальные подземные установки для того, чтобы эти вимпы поймать. Но пока результат отрицательный. Если она будет поймана путем взаимодействия с обычной материей, тогда, вероятно, следующим этапом будет попытка получить ее на коллайдерах. Мы пытаемся идентифицировать то, что рождается на коллайдерах, с тем, что мы ловим из космоса в виде частиц этой темной материи. И если эти два пути сойдутся, то мы поймем природу темной материи. Надеемся, ролик вам понравился. Так что что-нибудь жмите, пишите и подписывайтесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте. Ссылочка будет в описании.